добрый день дорогие друзья уважаемые зрители и подписчики канала smart from china сегодня у нас очередной аппарат на обзоре но сначала я хочу задать вам один вопрос любите ли вы лимоны многие скажут ну он кислый не знаю а я лимоны люблю да он кислый но он полезный он вкусный он красивый он вкусно пахнет да и вообще из него делали советские времена отличный напиток лимонад кто помнит тот никогда и вкус не забудет и сегодняшний герой нашего тестирования как вы уже догадались это lenovo k3 lemon или как его еще называют lenovo k30 music lemon что же общего между лимоном настоящим и лимоном от lenovo но в первую очередь это конечно цвет как вы заметили цвет яркий солнечный вызывает положительные эмоции не может просто никого оставить равнодушным но потом это свежесть аппарата несомненная то есть он построен на достаточно свежей платформе от qualcomm subdragon 410 ну и соответственно у него есть своя изюминка это замечательный стерео звук ну давайте обо всем по порядку разберем более детально итак аппарат у нас поставляется вот такой коробки здесь у нас есть некоторые его характеристики бегло покажу вся комплектация перед вами она не очень богатая это кабель micro usb зарядник 700 миллиампер тоже не очень много инструкция на китайском гарантийный талон и подарки от продавца это бампер ну и там вот еще картридеры подставочка и бесполезный стилус конечно обязательно сам аппарат у нас представляет из себя 5 дюймовыми на блок в общем то практически классического вида материалы примененные в изготовлении аппарата очень достойные задняя крышка выполнена мало того что она покрашена таким красивый желтый цвет она из такого приятного матового пластика с краплениями перламутра краску очень приятная на ощупь отпечатков не оставляет в общем то хорошего очень качества аппарат у нас небольшой очень удобно лежит в руке размеры у нас 141 миллиметр на 75 миллиметров и толщина 82 вес аппарата сейчас посмотрим 130 грамм это легкий если помните предыдущий обзор инфокуса тот весил что-то 145 что ли грамм достаточно легкий батарея 2 300 общем приятно радует вес аппарата для любителей легких аппаратов будет просто подарок по сборке пару слов сборку у нас хорошая но не идеальная слышите наверно по скрипывание небольшие на верхняя крышка чуть-чуть по скрипу и потому что она съемная я думаю силиконный бампер ситуацию исправит будет все нормально и так по органам управления значит у нас передняя сторона экран 5 дюймов с hd разрешением динамик разговорный камера уведомлений нет логотип lenovo снизу три сенсорные кнопки домой меню назад без подсветки правая грань кнопка включения качелька громкости сверху micro usb для подключения компьютера и зарядки гнездо для подключения гарнитуры слева ничего нету снизу микрофон сзади у нас два стереодинамика логотип компании микрофон шумоподавления модуль камеры со светодиодной вспышкой быстро крышка задняя что у нас аккумулятор на 2300 миллиампер часов с улучшенной химией 435 вольта верхней границы два слота под сим-карты микро формата одна из которых и sim работает 3g 4g 2g в этом тоже чуть позже микро sd карта ну и в общем то табличка самыми больше ничего здесь нету парад почему-то включился у нас после вставки батареи крышечка закрывается достаточно плотно все в порядке ну как я уже сказал есть некоторые поскрипывания не критичная но все так в аппарате установлен айпес экран естественно гс сейчас я вам покажу максимальную яркость не туда маленько яркость максимально у нас вот таким запасом сделано углы обзора сами видите очень хорошие я бы не назвал этот экран отличным или каким-то суперским он просто хороший он хороший качественный экран от lenovo lenovo все-таки извините барахло экрана не ставит экран выполнен естественно из стекла но олеофобного покрытия на экране нет ну в общем то для такой ценовой категории не очень страшно хотя если вспомнить инфокус м2 там в общем то при цене гораздо более низкой алиофобного покрытия был давайте быстренько глянем характеристики аппарата можете видеть у нас значит марка lenovo модель к 30w есть еще к 30t версия чисто для китая это с виси dma и 4g но 4g к сожалению диапазона band 7 нужного нам нету поэтому будет работать только 3g так android 4 4 4 32 битный четырех ядерный процессор у нас qualcomm 410 ядра cortex i53 adreno 306 разрешение экрана 720 на 1280 как я уже говорил так памяти установлен 1 гигабайт оперативный из них 900 доступно 100 мегабайт забирает видео ускоритель 439 доступно сейчас чисто так система накопитель 16 пользователю доступно всего 12 сейчас вот 10 немножко уже занял так подробней процессор я уже сказал это у нас частоты его 410 snapdragon подробнее про adreno 306 в общем то ничем от 305 он кстати не отличается просто в составе другого чипсета поэтому поменяли соответственно индекс модели мультитач у нас пять касаний вполне достаточно для современных аппаратов так android уже говорил 4 4 датчики как обычно на процессорах qualcomm за что я вот их честно говоря уважаю набор датчиков очень полный эта ориентация gravity sensor акселерометр датчик освещения магнитный компас приближение гироскоп датчик линейного ускорения и векторного вращения не хватает как всегда термометров барометров влажности но это я считаю не самые важные датчики дальше что у нас еще по характеристикам поддержка карт памяти до 64 заявлено о т.г. к сожалению нету давайте мы в этом быстро убедимся до о т.г. парад не поддерживаете ничего не происходит флешка не моргает но бог с ним тоже небольшой в общем-то минус не большая беда в отсутствие т.г. по качеству значит динамиков и прочего как всегда от lenovo с динамиками все хорошо с микрофоном качество разговорного на отличном уровне микрофон также прекрасный то есть вам слышно хорошо вас слышно хорошо никаких проблем в этом направлении нету мобильный интернет 3g работает 4g как я уже сказал работать в россии не будет потому что у нас нету поддержки частоты 2 600 band 7 ну нет и нет как говорится умерла и умерла несколько слов давайте по работе gps скажу покажу gps на аппаратах qualcomm конечно с чипсетами qualcomm отличный но в общем то это идеальные условия были это было открытое пространство ясное небо сами видите вот 16 зацепилась из 27 доступных три метра есть даже байду и глонас парочка основном конечно эта система gps спутники ну я думаю вообще никаких проблем ни у кого не возникнет с использованием поехали дальше посмотрим что у нас вайфай вайфай в аппарате не просто хороший вайфай в аппарате обскал ну отличный может даже великолепный вот как обычно замеры метра от роутера это у нас одна стена от роутера далее две стены от роутера и самая дальняя точка за двумя зеркалами сами видите результат более чем достойный при таком вайфай в принципе везде даже в публичных точках доступа проблем вы испытывать с доступом не будете итак друзья теперь у нас несколько слов о батарее и время основной работы как я уже говорила батареи установлен в аппарате емкостью 2 300 меняпер часов улучшенная химия это у нас верхний диапазон 435 вместо 42 вольта вот у нас замеры потребления скрин к сожалению куда-то у меня делся с этим с тестером батарейным карточки что тут я мудрил видимостью но вот у нас есть скриншот у нас epic citadel под нагрузкой аппарат продержался 4 часа 47 минут более чем отличный результат я считаю что это великолепно далее у нас идет тест видео это hd качество м x player 50 процентов яркость 50 процентов громкость 10 часов 14 минут тоже более чем достойнейший вариант я думаю что это вполне хватит всем любителям мультимедиа то есть при работающем экране парад продержался 10 часов то есть соответственно музыку будет вообще крутить очень долго что конечно замечательно повседневное использование я думаю два дня работы при таких при таких характеристиках батареи будет самый то продержится аппарат 2 дня так давайте быстренько по оболочке оболочка у нас от lenovo с фирменным ланчером без меню приложений все находится на рабочих столах настройках принципе все стандартно поскольку это у нас 44 android такой слегка переработанный никаких особых плюшек нету то есть никаких дабл тапов никаких там свайпов и прочего к сожалению ну может быть или к счастью нету все очень стандартно приложение память экран обои яркость ничего стандартные все вай фай bluetooth все стандартные функции здесь в общем то практически не о чем говорить единственное что русификация ну вот прошивки которая стояла была не очень из коробки прошивку это я скачал 4 пуда большое спасибо форуму и людям которые сделали в общем то она вот эту версию еще раз покажу тут версия прошивки громкость общую сейчас аппарату покажу звуки мы поговорим отдельно рингтон ну и давайте поговорим про мультимедийные возможности аппарата а именно воспроизведение музыки видео пойдем галерею не пойдем галерею пойдем в эксплуатер начала у нас видео видео аппарат крутит вплоть до 1080 легко любой формат и вот часто с тем кого громкость аппарата громкость аппарата отлично звук стерео как я уже говорил экран отличный благодаря этому воспроизведению видео это 1080 перемотка никаких проблем также эх песни моей молодости диджейской в общем вот так вот дальше что у нас это mp4 1080 да звук просто отличный слегка помогает динамиком задняя крышка она чуть-чуть вибрирует добавляя низких частот 720 подразмер экрана на котором тестировалась как раз здесь нас видео в общем с видео проблем никаких теперь давайте по музыке здесь установлен естественно музыкальный плеер свой поскольку аппарат ориентирован на молодежную аудиторию на прослушивание музыки отличное звучание покажу возможности в тракте пресета эквалайзера ручной режим бас-буст в наушниках звучит аппарат просто отлично звучание мне очень понравилось чипов здесь по моему никаких не стоит но стоит фирменная технология сейчас одну секунду стоит программная фирменная технология max audio она вот у нас тоже позволяет нам улучшить качество звучания сейчас я покажу ее целиком здесь у нас есть пресеты для музыки видеоигр разговоров настройки эквалайзера своего то есть аппарат под аудио заточен совершенно четко ну и совершенно отлично с этим справляется давайте посмотрим результаты производительности бенчмарках шутки очень достойно в режиме хай перфоманс 56.6 у нас фпс в этот стадель дальше у нас идет на на марк 54 кадра тоже достойный вполне результат ну и по антуту у нас вот такие циферки 20 1240 набирает аппарат по 3d графике вот 3512 и далее как обычно в обзорах я показываю тест игровой производительности друзья сегодня тестов игровой производительности не будет по двум причинам первая причина это вчера у меня отрубили нет нет ни за неуплату а просто где-то обрыв в подъезде вчера его не нашли а вторая причина то что предыдущий обзор был аппарат инфокус м2 и по факту адрена 305 равняется адрена 306 индекс модели сменили гпу только потому что в составе нового чипсета 410 а не 400 фактически это одинаковые видеоускорители и кому интересно тот может посмотреть обзор инфокуса точнее ту часть обзора где там представлены игрушки я думаю что будет абсолютно та же самая картина и представление вы получите по производительности игровой маркеты все работает конечно все в общем то отлично и давайте посмотрим как у нас работает камера камеры установлены у нас фронтальная 2 мегапикселя основная 8 мегапикселей качество съемок качество съемки качество фотографий просто отличная вот у нас такая программка камеры настройки быстро что у нас тут есть общие настройки из насчет полезного наводится быстро фотографирует качественно сейчас покажу примеры фото и видео и и так быстро потому что все будут добавлены фотографии самые яркие значит макро проблем никаких сами видите качество отлично ничего не расплывается великолепно здорово дальше это у нас видео вот это у нас в комнате при искусственном освещении обратите внимание на детализацию ничего не разваливается то есть шумоподавление такое достаточно сдержанное честный 8 мегапикселей картинка отличная цветопередача такая какая должна быть вот в реальности так это у нас улица здесь тоже с качеством все отлично честный 8 мегапикселей может быть уступает немножко 13 но это видно только на дальней дистанции на большом разрешении вот любимый крузак соседа номер читаем все здорово отлично общая картинка тоже хорошая насыщенная вот напротив многоэтажка да вот здесь вот видно что 13 мегапикселей наступает при большом передвижении но в целом цветопередача очень хорошая все отлично кот бегемот попался мне по дороге шел я тестировал камеру аппарата это вот у нас макро цветочки сами видите отлично все кот любимый через дорогу центр достаточно далеко садовый это вот с небольшим зумом фотография тоже очень-то достаточно достаточно прилично можно пользоваться цифровым зумом разумных пределах естественно так школьный двор траву видно детализацию видно даже вот дальние планы при умеренном приближение видите все хорошо это дочка моя катается на велосипеде на вновь подаренном на день рождения видите все общем то отлично вот это кстати я стою на заднем плане готовлю к запуску вертолет снимала моя супруга так но это детали рябинка тоже все хорошо еще один код прекрасной детализации вот обратите внимание усы все 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 видно на фотографии ну немножечко макро еще вот здесь вот фокус обратите внимание вот здесь у нас навелся на листочки принудительно у нас размыто здесь тоже а вот здесь у нас фокусе сам цветочек вот такие еще цветы красивые у меня теща разводит большой мастер арбуз местный средневолжский ну и парочка фотографии пример видео качество громкость записи громкости изображения на просто отличном качество съемки видео леново к 3 лимон 720p единственный вопрос к тому что почему-то аппарат не записывает разрешение 1080p я так и не понял на форуме спрашивал характеристики смотрел прошивки менял ну везде как бы 720p ну я думаю этого достаточно работа автофокуса отличное качество в общем это видео тоже прикреплю обзор можете посмотреть вот немножечко еще макро без вспышки со вспышкой и вот абсолютно темнота машинка с туалетными принадлежностями косметикой текст читаем вспышка работает отлично соответственно фонарик тоже яркий камере вопросов нету камеры свои деньги более чем замечательно кстати фонарик вы видите как освещают хорошо так вообще слепит по камере наверно все ну и вообще друзья давайте закругляться то что-то я заболтался в общем веселый приятный аппаратик вызывает только положительные эмоции к плюсам аппарата можно отнести значит леново все-таки леново качество на очень хорошем уровне динамики микрофоны всегда стоят хорошие связь и интернет также вай-фай bluetooth камеры отличные для своей ценовой категории я считаю просто отличные 8 мегапикселей но замечательная по качеству вполне достаточно для большинства значит задачи прочего что у нас еще стабильная работа вот на этой прошивке вообще все хорошо никаких вылетов ничего не замечено то есть железо софт все замечательно поддержка карт памяти присутствует ну тоже немаловажный фактор для многих потому что кому-то может 16 гигабайт быть мало минусы аппарата можно зачистить что но у него нету нашего отечественного диапазона 4g но это опять же только для нас минус отсутствует подсветка сенсорных кнопок для меня тоже минус невеликий как бы ну хорошо когда она есть но когда ее нет в принципе ничего страшного тоже как бы в этом есть но однако это все-таки маленький минус аппарата сборка сборка ну наверное да не идеально вот еще раз вот чуть-чуть вот тут вот где-то в районе кнопок защелка однолажают но опять же силикон наденем на это все дело и все это будет не слышно ну и русификации прошивки где-то чуть-чуть вот в этой версии попадается там я не знаю буквально два-три пункта не так чтобы процентов 5 может быть не хватило ну что можно сделать какой вывод отличный аппарат отличный мультимедийный середнячок можно рекомендовать покупки смело достойного качества с хорошими функциями ну и на этом наверное все дорогие друзья всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии комментарии очень важны для развития канала отвечу абсолютно всем и до новых встреч пока субтитры качество съемки видео леново к 3 лимон 720 отличное качество автофокус работает самостоятельно наводится быстро экспозиция ровненько работает четко цветопередача отлично пример работа